Дорогие друзья, сотрудники Салампальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шеркина предлагают ваше внимание видеопрезентацию в Мурзилке юбилей. До революции детских изданий в России было много, но годы революционных событий сильно сократили этот список. Инициатива издания нового детского журнала принадлежала сотрудникам рабочей газеты, которые предложили издавать детское приложение и назвали его Мурзилка. Итак, в мае 1924 года в СССР появился новый детский журнал Мурзилка. Но настоящая история Мурзилки появилась намного раньше. Канадский художник Палмер Кокс создал серию рисунков о Брауне, ближайших родственников домовых. Небольшие человечки, похожие на эльфов, приходили по ночам и доделывали то, что не успели слуги. Это и были дальние родственники нашего Мурзилки. В России Мурзилка появился на страницах журнала «Задушевное слово» в 1887 году в сказке «Мальчик с пальчик» и «Девочка с ноготок». Автором сказки была Анна Борисовна Хвольсен, а художником все тот же Палмер Кокс. В 1913 году появилась книжка «Царство малюток», состоявшая из 27 рассказов и 182 рисунков. У Анны Хвольсен персонажи получили новые имена – мазь-перемазь, охотник-миг, вертушка, знайка-незнайка и, конечно, Мурзилка. Мурзилка образца 1913 года был мальчиком в черном фраке с огромным цветком в петлице, в шелковом цилиндре и модными штиблетами с длинными носами. Еще он всегда появлялся с элегантной тростью и моноклем. Понятно, что в таком виде в стране победившего пролетариата ему было не место. После революции книжки Анны Хвольсен больше не издавались. Но в 1924 году в рабочей газете кто-то вспомнил забавное имя Мурзилка, и его приняли единогласно в качестве названия для будущего приложения для детей. Но появилась проблема – не помещать же домового на обложку советского журнала. Вот и стал Мурзилкой рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина мальчика Петю. Изменились и его друзья. Теперь это были пионеры, октябрята и их родители. А вот в 1937 году в седьмом номере было объявлено, что наконец-то нашелся настоящий Мурзилка. Его нашел художник Аминодав Каневский и привел в редакцию журнала. На обложке журнала был изображен желтый пушистый сказочный Мурзилка. В красном берете, с клетчатым шарфом и фотоаппаратом на плече. Так все познакомились с образом Мурзилки, который и сейчас находится на страницах журнала. Корреспондент Мурзилка быстро бегал, успевал за всеми новостями и спешил поделиться ими с ребятами. В журнале печаталось много русских и зарубежных сказок. Если вспомнить известный постулат «Все лучшее детям», то журнал был в этом деле впереди всех. На его страницах печатали свои стихи и сказки. Маршак, Кассиль, Барто, Чуковский, Поустовский, Гайдар и другие знаменитые писатели и поэты. Великая Отечественная война коренным образом изменила жизнь в стране. Изменился и журнал. С его страниц дети узнавали, как помочь родной стране в тяжелые годы, как помочь взрослым, ушедшим на фронт. Оказывается, работать на полях и огородах, помогать по дому и в устройстве светомаскировки, помогать в бомбоубежище и в госпитале – это тоже помощь фронту. В 1942 году было объявлено соревнование по сбору лекарственных трав для помощи в лечении и питании раненых и больных. Мурзилка появлялся на страницах журнала в различной военной форме. В журнале появились рассказы о героях войны, подвигах, об орденах и медалях, о параде победы на Красной площади. И тираж журнала, который значительно снизился в годы войны. В 1960-х годах тираж достиг одного миллиона экземпляров, а в 1969-м он увеличился в разы и достиг 5 миллионов 700 тысяч. Такого тиража не было ни у одного детского журнала, да и в будущем такого уже не предвидится. На его страницах появляются новые писатели – Николай Носов, Виктор Драгунский, Борис Захадер, Виталий Бянки, Борис Житков и другие. У журнала «Мурзилка» были прекрасные иллюстрации, которые создавали замечательные художники. Виктор Чижиков, Аминодав Каневский, Владимир Сутеев, Евгений Чарушин и современных можно назвать таких художников, как Наталья Устинова, Михаил Бочков и другие. Сегодня «Мурзилка» выходит в увеличенном формате на плотной глянцевой бумаге на 30 с лишним страницах. В журнале очень качественные и яркие иллюстрации в виде рисунков и фотографий. В 2011 году журнал «Мурзилка» был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как журнал для детей с самым длительным сроком издания. Современные «Мурзилка» имеют постоянные рубрики, насыщенные интересными познавательными материалами, которые являются достойным дополнением к углубленному изучению школьных предметов русского языка, природоведения, труда, физической культуры, ОБЖ, изобразительного искусства и других. Интересны не только детям, но и всей семье советы от «Мурзилки» комиксы, головоломки, ребусы, загадки, кроссворды, игры и викторины, раскраски и конструкции самоделки, конкурсы и, конечно же, письма и рисунки самих читателей. Все они дают не только интересную информацию, призывают к творчеству, но и помогают выработать полезные навыки. Разнообразием тем и интересной подачей журнал стремится удовлетворять постоянно растущие запросы своих читателей и поныне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!